Руководитель городского ДИЗО объяснил продажу Родины. Речь о скандальной сделке, когда старейший севастопольский кинотеатр на набережной Назукино-23 в Балаклаве был продан частной фирме, зашла на заседание законодательного собрания Севастополя во вторник 23 июля. Соответствующий вопрос чиновнику задал депутат Василий Пархоменко. А скажите, как так получилось, что в нарушении этого закона, полностью уигнорируя, Ваше ведомство продало Родину. Так народе говорят. Речь идет о кинотеатре Родины в Балаклаве, которой ни в каких программах приватизации не было. Никто ее к этому рассмотрению не утверждал. Как Вы оцениваете это действие и полагаете ли Вы, что кто-то должен понести ответственность? Сама сделка по продаже Родины прошла еще в марте 2023 года, сообщают наши коллеги из интернет-портала Форпост. Перед этим в 2022 здание, давно находившееся в аварийном и заброшенном состоянии, но имеющее охранный статус, забрали у Государственного автономного учреждения культуры «Севастополь кино» и передали в хозяйственное ведение государственному унитарному предприятию проект развития Балаклавы. В своем ответе глава городского ДИЗО заявил, что в продаже кинотеатра нет нарушений законодательства. 161-й закон о муниципальных и государственных унитарных предприятиях позволяет реализацию имущества, которое находится в хозяйственном ведении у гупов и мупов, с согласия собственника, безусловно. Данный объект был реализован гупом города Севастополя на законных основаниях с согласия Департамента имущественных и земельных отношений. Нарушения законодательства в данных действиях глупо не было. Отметим, что когда информация о тайной продаже Родины стала достоянием гласности, депутаты Вячеслав Горелов, Антон Пархоменко, Екатерина Бубнова, Евгений Мащенко, обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность данной сделки.